Что же нужно для того, чтобы продавать акции на их пиках? На самом деле нужен всего лишь один ингредиент – это иметь больше информации, чем имеет остальной рынок. Кто же имеет больше информации про конкретные компании? Конечно же, SEO и их основатели. Потому что когда вы подняли компанию с нуля, либо работаете, управляете компанией 10-15 лет, соответственно, вы знаете, как никто другой, о реальном положении дел в компании, а также о реальном положении дел в индустрии. И именно поэтому зачастую продажи инсайдеров, продажи SEO-компании, продажи основателей совпадают с их ценовым пиком. И в этом видеоролике мы рассмотрим с вами несколько конкретных примеров, которые были по истории, а также посмотрим на то, что же происходит прямо сейчас с крупнейшими американскими компаниями. Но вначале коротенькое объявление. На следующей неделе пройдет мой авторский курс на тему того, как быстро и комплексно оценить абсолютно любую публичную компанию. Подчеркну, публичную. На этом курсе я дам вам три ключевых техники, которые позволят, в общем-то, вам это сделать. Первая техника – это анализ финансовой отчетности. Анализ финансовой отчетности дает вам понимание того, а что же эта компания из себя представляет и насколько устойчиво ее финансовое положение. Насколько устойчива прибыль, насколько устойчивы дивиденды, насколько компания хорошо обслуживает свои долги и так далее. Вторая техника – это сравнение компании с конкурентами. Тут мы понимаем, насколько компания эффективна, насколько компания дорого или дешево по отношению к тем компаниям, с которыми она конкурирует. Ну и третий аспект, который необходимо анализировать – это действия институционалов. Понимая, будут ли наращивать или же сокращать свои позиции в конкретной компании крупные фонды, мы можем понять, насколько будет высокий спрос или низкий спрос на акции конкретной компании. Соответственно, будут ли институты покупать, если будут, соответственно, это будет подталкивать цены вверх. Если нет, то, соответственно, такого драйвера, такой поддержки у акций нет. Этот курс состоит из шести лекций, три теоретических лекции, которые уже находятся в записи, и три практических семинара, где мы в режиме реального времени будем применять все эти техники на конкретных компаниях. Курс стартует 23 числа, и первые 10 студентов получают скидку 35%. В первую десятку осталось буквально два места, поэтому, если вам интересно пройти данный курс и пройти его по самым выгодным условиям, пишите мне в Телеграм, который вы видите на экране. В общем, все подробности в описании. Теперь же давайте вернемся к основной теме и к продаже инсайдеров. Так вот, на Financial Times не так давно вышла крайне интересная статья, где рассказывается про сделки боссов технологических компаний в Китае. Так вот, что интересно, что большинство инсайдеров сливали значительные пакеты своих акций как раз-таки перед началом активного вмешательства китайских властей в технологический сектор. И тут есть несколько очень интересных примеров. GSX Techudo, наверное, правильно произносится. Значит, CEO этой компании при оценке компании 24 миллиарда продал свой пакет, продал значительную часть пакета за 119 миллионов долларов. Но при этом он же заявлял, что он считает, что у компании хорошие перспективы. То есть, с одной стороны, ты продаешь акции, с другой стороны, ты говоришь, что у компании хорошие перспективы, ее ждет огромное будущее. И даже пообещал прикупить дополнительно на 50 миллионов долларов акции. Ну, видите, какой уровень лицемерия. То есть, ты продаешь, на публике говоришь, что да-да-да, все круто с компанией, я еще прикуплю, ребята. Вот, ну, мне кажется, в политике надо идти. Но что интересно, что в этот же самый момент, вот по сообщению людей, которые знакомы с положением дел в рамках этой компании, руководство компании было осведомлено о том, что китайские власти планируют ужесточить регулирование в рамках этой индустрии. Ну, с одной стороны, конечно, когда ты смотришь на все это, это, ну, кажется некий, ну, как так, да? Ну, почему вот ты делаешь так? Почему ты продаешь акции, а публично заявляешь, что все круто, все хорошо? Но, с другой стороны, вот все мы люди. И если отвечать абсолютно честно, то я думаю, что большинство из нас поступили бы, ну, примерно таким же образом. Ты вложил огромное количество времени, сил, ты вложил там значительную часть своей сознательной жизни в построение бизнеса. И ты понимаешь, что сейчас придут власти, и твой бизнес убьют. Ну, конечно, ты хочешь получить какой-то pay-off, то есть какое-то, ну, какое-то, какое-то вознаграждение за свои труды. И, соответственно, ну, да, ты идешь, продаешь акции инвесторам. Конечно, с точки зрения инвесторов, с точки зрения рынка, это несправедливо, но с точки зрения человеческой психологии, ну, все мы люди, никто из нас не святой. И, конечно же, там говорить можно одно, как там политики, да, там рассказывают одно, на самом деле делают другое. Люди, они везде люди. Поэтому тут, наверное, с одной стороны это плохо, но с другой стороны, о чему же тут, как говорится, удивляться. Причем, что интересно, что на сегодняшний день, на момент написания этой статьи, стоимость данного стека была 4 миллиона. То есть, с одной стороны 119 миллионов, с другой стороны 4. То есть, это абсолютно... 4 миллиона тоже немало, но, тем не менее, 119 значительно приятнее. Давайте посмотрим, как это выглядело. Здесь вот Financial Times подготовили очень крутую подборку графиков. И вот мы видим, как это было. То есть, практически, практически на максимуме были проданы эти акции. И на сегодняшний день они ничего, собственно, не стоят. Дальше, давайте посмотрим на Alibaba. Все мы знаем, что Alibaba – это один из крупнейших технологических гигантов Китая. И который, в общем-то, в этом году, даже, наверное, в прошлом, начиная с прошлого года, попал, в общем-то, в немилость. И здесь вот такая табличка. То есть, мы видим, сколько продали, на сколько продали денег, соответственно, инсайдеры данной компании. Джек Манн на 14 миллиардов, а кэшеллся из Alibaba. Джо Цай – 5,7, ну и дальше по списку, там, какие-то сотни миллионов долларов. Давайте посмотрим, как это выглядело на графике, как они выходили. Ну, это прям вот... Баффет неравнокурит с его выходами. Вот у себя на канале я рассматривал инвестиции Баффета. Баффет обычно покупает на хаях, а продает на лаях. Но от последней сделки у него что-то не везет. Здесь же идеальный выход. То есть, практически-практически по максимальным отметкам инсайдеры компании вышли. И таких примеров здесь немало. Давайте посмотрим еще несколько компаний. China Online Education. Перманентные инсайдеры сливают. Компания падает. Они, соответственно, понимают, что надо забирать хоть что-то, что дают. VIP Shop. Тоже очень круто вышли. Инсайдеры из этой компании. Ну, и здесь, я думаю, что вы без труда найдете эту статью. Посмотрите, если вам это интересно. Что касается Alibaba, есть еще одна очень интересная здесь информация. Это про компанию Ant. Так вот, перед этим IPO, значит, перед тем, как Ant хотели выйти на биржу, инсайдеры подали заявку всех о том, что они хотят продать часть своих акций. И что интересно, сумма, на которую они хотели окэшиться, 2,7 миллиарда. То есть, планировали привлечь что-то там около 30, и практически 10% это просто окэшиться, то есть кэш-аут. И что интересно, что вот если, вот мы сейчас будем говорить про, значит, американских инсайдеров, американские инсайдеры обязаны отчитываться. И как только Безос или Маск или кто-либо еще продает свои акции, мы буквально там на следующий день, там или через несколько дней, но с очень-очень коротким лагом узнаем об этой сделке. С китайскими компаниями и вообще с иностранными компаниями в Америке не все так однозначно. Дело в том, что инсайдеры обязаны либо, значит, сделать эту информацию публичной через ресурс Эдгар, либо же отправить письмо всех. И, соответственно, большинство инсайдеров выбирает просто отправить письмо. То есть те, кто эту информацию получает, она говорит, да, пожалуйста, продавайте. Но эта информация дальше никуда не идет, то есть эта информация затем не становится публичной, ну или как-то через более продолжительное время она становится. Вот, поэтому с китайскими компаниями до конца непонятно, как и когда они, то есть как и когда их инсайдеры начинают сливать акции. Теперь же давайте поговорим про американский рынок и что мы с вами видим. Ну, во-первых, Илон Маск продал что-то около 6 миллиардов долларов, мотивировав это тем, что поднимут налоги, соответственно, я не хочу платить такие большие налоги, я не вижу в этом смысл, поэтому я продам сейчас. С одной стороны, все справедливо, ну как с этим спорить, но с другой стороны, а почему брат Илона Маска продал на 100 миллионов долларов? Ну, то есть ему что нужно было сделать? У него-то не было опциона, то есть как бы у него были акции, он просто их продал, у него не было опциона, то есть не было такой нужды, но тем не менее он окэшил Тесла как бы на 100, более чем на 100 миллионов долларов. Джефф Безос продал что-то суммарно за последний месяц, там за 2, там что-то по 3 миллиарда долларов. Почему он это сделал? То есть почему он считает, что сейчас самое время продавать акции на столь большие суммы? Ну, с Маском понятно, нужно оплачивать налоги, с Безосом тоже, в принципе, понятно, нужно запускать в космос специфической формы различные предметы. И да, все это объясняет налоги, какие-то амбиции, все это объясняет большие продажи. Но как недавно на своем подкасте заметил Чамат Палихопотие, которого вы все знаете, если вы идете сейчас на рынок и покупаете акции, в то время как 2 самых богатых человека в мире эти акции продают, то подумайте дважды, неужели вы умнее, чем эти двое ребят? Подумайте об этом. Ну а на этом у меня все, с вами был Андрей Михайлес. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока-пока.